Некоторые скептики рассказывают о том, что много людей, значит здесь может быть много и болячек. Хочу вам сказать, что вот эта солёная вода, она убивает абсолютно все бактерии. Мы знаем, что соль это антисептик, убивает бактерии и вместе с тем радон излечивает. То, что некоторые смеются и говорят, что это уринотерапия, ну с этим я наверное соглашусь, потому что посмотрите сколько людей и выходит на берег, не каждый идёт в туалет. То есть возможно и уринотерапия, всё может быть. Так, продают кукурузку здесь, не вижу мужа, вижу, вижу, на море. На море, мы идём сейчас на море. Море здесь рядом и получается вместе с тем прогулочка. Нагрелись, прошли, прошлись, посмотрим на море. Утром сегодня были медузки, но медузки были только те, которые прибило к берегу и которые остались возле берега. Потому что, как мы здесь увидели, после обеда они на тёплый берег начинают сюда все слазиться, сплываться. Все подплывают к берегу. И вчера было очень много медуз. Даже меня, мой защитный костюм не спас, потому что я всё-таки поплыла. А такое впечатление, что ты плывёшь, как в киселе. Везде сплошные были медузы. Медузы очень громадные, все фиолетовые. Вот там, где руки у меня были не защищены, они их пожалили. И некоторые туристы здесь рассказывают, что медузы гниют и запах неприятный. Я этого ещё не услышала. Ты услышал, что... Не, 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 мы этого не услышали. Да, тут, скорее всего, водоросли имеют такой специфический запах, поэтому... Медузы просто-напросто высыхают. Знаете, медуза, что это такое? Это очень много воды там и какая-то желейная субстанция, какие-то там микроорганизмы. Одного непонятно, почему раньше, 30 лет назад, в Азовском море медуз не было. Мы, когда находили медузку, мы звали свою дочь и говорили, Светочка, посмотри, медузка. То есть мы медузу показывали как чудо. Я помню своё детство, я на Азове выросла. И я помню, как мы находили, если вдруг где-то какая-то заблудившаяся медузка приплывала к нам, мы её брали в руки, несли, показывали маме. А мужчины моментально женщинам растирали спины, потому что считалось, что медуза каким-то образом лечит, каким-то образом лечит все вот эти вот такие вот заболевания, заболевания суставов. Может быть, думали и кожи, и суставов. Ну, наверное, скорее всего, потому что медуза имеет вот этот яд какой-то. Хочу рассказать вам историю. Мы когда-то ездили дикарями, мы любители дикого отдыха. И у нас собачка была, которая молодая, такса жесткошерстная. Он у нас и сейчас есть, но ему только 4, 14 лет. А тогда ему было 4 года. И он, как любая собака, особенно активная, он увидел медузу фиолетовую, красивую, подумал, что это мячик, и покусал её. Конечно, мы его, на следующий день мы уезжали, и мы его повезли к ветеринару, давали ему всякие там препараты, покололи, чтобы вывезти этот яд. Значит, море. Мы пришли на море. Море тихое, спокойное, прелестное. Люди купаются. Может быть, и нет медуз. На берегу мы видим много медуз. На берегу мы видим медуз много. Вижу, как мужчина пробирается, скорее всего, пробирается через медузы, как на минном поле ходишь. И смотришь, как бы она к тебе. Оказывается, медуза не щупальцами жалит. Она жалит вот этой передней частью, мордочкой своей. Назовём её мордочкой. Так, но мы всё-таки окунёмся. Сейчас мы посмотрим. Их, конечно, не так много, как вчера было. Но много. Но много. Но зайти я зайду. Чайки плавают. Интересно, этих медуз не ест. Ни одна живность. По всей видимости, они защищаются. Так, иду, искупаюсь. Смотрите. Поехали. Какие неольные. Присаживаются. Много. Много. Победу. Поехали. Поехали. Друзья, вот только таким образом можно быстро Быстро искупаться и убежать И то, мне кажется, я какую-то коснулась Уже все печет Все, всем пока Подписывайтесь на мой канал Пока-пока, счастливо